Семейное обстоятельство, увольнение, болезнь. Долги могут появиться внезапно. Банки в положение входят не всегда и тогда требуют деньги не вполне честно. Наша героиня, назовем ее Алифтина, задолжала одной из кредитных организаций 22 тысячи рублей. Затем добровольно начала выплачивать. А чуть позже банк почему-то взыскал эту сумму заново через суд. Половину я уже выплатила, но неожиданно для меня в бухгалтерию на мою работу пришло взыскание от приставов судебное. Опять этих же 22 тысяч из банка. То есть они просто решили оформить судебный иск, который прошел задним числом. Мне домой не приходило извещение о том, что было решение суда. Эта история похожа на двойное списание средств. Сейчас девушка добивается отмены судебного решения и остаток долга не выплачивает, по совету юриста и приставов. Правда, отдел взыскания банка с этим категорически не согласен. Мы позвонили в банк от лица Алифтины. 15 минут менеджер использовала всевозможные психологические уловки, чтобы девушка приняла быстрое решение. Договором были строго обозначены сроки оплаты. Их вы напрямую нарушаете законодательство. Именно по этой причине агентство выставляет требования, чтобы в течение трех дней до 11 мая вы в срочном порядке восстановились в графике и внесли 6 тысяч рублей. Отказ от оплаты зафиксирован. Действие направлено на возврат долга агентство вправе продолжить. Так как нам с вами не удалось договориться на добровольную оплату, имейте в виду, что агентство вправе прекратить введение телефонных переговоров и использовать другие законные методы возврата долга. Случаи двойного списания в последнее время участились, говорят юристы. Это делают разные банки. При этом схема не попадает под мошенничество. Несмотря на давление на должников, у юристов уже отработана четкая последовательность действий. Пишет заявление об отмене судебного приказа, получает определение об отмене судебного приказа, передает его в службу судебных приставов. Судебные приставы прекращают исполнительное производство. Если в ходе исполнительного производства произошло списание денег, полное или частичное, с должника, человек вправе обратиться в мировой суд, который вынес судебный приказ, с заявлением о повороте исполнения судебного решения. После этого человеку нужно прийти в Центробанк и вернуть списанные средства. Наша героиня ждет отмены повторного взыскания зарплаты, чтобы продолжить погашение. Но есть вероятность, что в банке с ее решением не согласятся. Кстати, еще одна уловка для потребителя. Подобная просьба вернуть уже отданный долг может прийти от банка и годы спустя. Так вот, если прошло больше трех лет, долг аннулируется и взыскать его уже нельзя. В любом случае, даже если вы должник, бороться за свои права нужно, уверена Алифтина. Чтобы кредитные организации прекратили политику двойной наживы. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.